Как правило, люди, когда начинают заботиться о повышении энергоэффективности объекта или повышении качества оболочки, устанавливают, например, более совершенные окна. Более совершенные окна приводят к повышению уровня влажности в помещении, соответственно, как следствие повышается температура точки росы, и люди начинают сталкиваться с выпадением конденсата на любых конструкциях, которые имеют большую теплопроводность. Соответственно, есть риск заболевания здания плесневым грибком, который сложно лечится, а если его не лечить, не избавляться, то это существенно сказывается, ну, скажем так, на здоровье тех, кто живет в помещении. Дополнительная приточно-вытяжная вентиляция, конечно, поможет ситуации, да, то есть мы сможем понизить влажность в помещении, и частично это решит проблему. Но нужно помнить о том, что для того, чтобы этот человек испытывал наибольший комфорт, уровень влажности в помещении должен быть в диапазоне, там, 40-60%. И при этом диапазоне относительно влажности температура точки росы достаточно высокая. И, соответственно, в местах, где будут повышены теплопотери, будут выпадать конденсаты, как следствие плесневый грибок, образовываться. Массово используются технологии так называемой перфорации или термовкладыши. Эта технология действительно снижает теплопроводность, включение, линейная неоднородность улучшается за счет того, что мы, ну, какую-то часть бетона убираем. Однако риск выпадения конденсата все равно сохраняется при достижении влажности хотя бы 35-40%. Либо это особенность узла, да, то есть если у нас витражное остекление, то в случае с витражным остеклением перфорация задачу не решает. То есть остается альтернатива упакованный балкон, то есть мы должны по всей поверхности и сверху, с торца и снизу запаковать его, либо применить готовое технологическое решение. Ну, один из вариантов это применить заводской терморазрыв, готового заводского изготовления. Как известно, все, что собрано в цеху, это гарантированно более высокого качества, то есть разброс характеристик снижается. Плюс ко всему, компании, которые этим занимаются, естественно, имеют определенную экспертизу. Подбор элементов, оптимизация его понесущей способности, минимизация теплового, скажем так, узла примыкания. Поэтому европейский опыт, да, это максимум изготавливать на предприятиях, на заводах, на строительной площадке, лишь это компилировать. В России пока только на пути к этому. Ну, в любом случае, если мы говорим про здание, которое качественно отличается от аналога, да, которое ниже качеством, однозначно, как правило, и цена выше. Поэтому наличие защиты от упадения конденсата чего-то стоит. Однако, нужно отметить, что данное решение невозможно заменить впоследствии, да, то есть если при строительстве данный узел не был рассмотрен проектировщиком, архитектором, конструктором, то, скорее всего, он и не появится. То есть можно поменять фасад, утеплить, можно поменять окна, можно заменить двери. Но то, что уже в конструктиве, в монолите железобетона, это останется навечно. Это первое. Вторая составляющая – ноль эксплуатационных затрат. То есть этот элемент, будучи установленным однажды, единожды, да, всю оставшуюся жизнь объекта будет работать на потребителе. Если мы говорим про экономию чисто в киловаттах, при стоимости сегодняшнего киловатта и при ставке рефинансирования, да, то есть не только касаемо наших решений, вообще, в принципе, мероприятия по энергоэффективности при стекущей ставке рефинансирования, они, ну, не слишком уж так окупаемы. Речь идет просто о повышении комфорта, о повышении статуса и уровня микроклимата в помещении. Соответственно, положить в расчет стоимость медицинских препаратов, которые будет человек тратить, там, или посчитать дополнительные года жизни. Сколько стоит здоровье. Вот, да, то есть это, к сожалению, в технико-экономические показатели, вот, в линей, ну, как бы, простой не закладывается. Если наступают проблемы, если действительно здание заболевает плесенью, то мероприятия по избавлению достаточно дорогостоящие. И поэтому, как бы, посчитать, сколько погонных метров нужно будет защищать и с какой регулярностью это делать, тоже невозможно. Разовые затраты однозначно дороже. Но тут, как машина с подушкой безопасности стоит дороже, чем без подушки безопасности, да. Но это две разные машины. И, как правило, люди себе решают, то ли они получают машину надежную, защищающую их от каких-либо негативных последствий, либо они принимают решение сэкономить на качестве и на безопасности. Это очень качественное, выдающееся мероприятие, на которое действительно приходит большое количество профессиональных проектировщиков, конструкторов, архитекторов. Достаточно большой процент, скажем так, лиц, принимающих решения, то есть высокопоставленные сотрудники компаний. Присутствуют архитекторы, присутствуют застройщики. Поэтому для нас это очень важный форум, в котором можно дополнительно еще раз пообщаться, показать что-то, рассказать о новинках.